Как сделать лето ребенка ярким и запоминающимся? Именно об этом мы сегодня поговорим в вечернем эфире. У нас в студии Ирина Балахсина, психолог, специалист по раннему развитию детей, руководитель семейного центра «Золотой ключик». Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Золотой ключик всегда для всех вопросов от родительского сообщества. Лето – это для вашего центра особенный период? Ну да, это особенный период не только для нашего центра, для любого центра, для любого ребенка, для любой мамы. И важно не упустить момент и с пользой провести, конечно же, это время. Потому что все устали за год, всем хочется отдохнуть. Но очень много полезного можно в этот период ребенку сделать, позаниматься. И не упустить время. Ребенок растет, каждая минута, каждое мгновение, и он уже другой. Поэтому лето тоже можно провести с пользой, с интересом, чтобы ребенок его запомнил, чтобы ребенок новые навыки приобрел. И, конечно, общение с родителями никто не заменял. Но в отличие от учебного года, когда мы интенсивно занимаемся, все-таки лето должно иметь совершенно другой характер. Да, конечно. Какие здесь подходы есть? Да, лето, конечно, другой совершенно характер должно иметь. Но смотря, про какой возраст мы говорим. Итак, давайте тогда сразу поясним нашим телезрителям, на какие возрасты есть программа у детского центра. Ну да, наш детский центр работает в основном со школьниками и младшие школьники. Соответственно, если мы говорим, как сделать лето ярким, лето ребенка какого возраста сделать? Да, если самые малыши, то для них очень важно сенсорное развитие. Не просто бегать по горкам, это все, конечно, полезно, движение. Но если родители хотят развивать своего ребенка, то это большой труд. Мама или папа, или бабушка, кто гуляет, постоянно разговаривать, развивать речь, правильную речь. Вот птички прилетели, они гули-гули. Для этого родители сами должны в первую очередь за собой, за своей речью следить и готовиться к той же прогулке, обращать внимание на какие-то вещи. Вот сейчас желтые одуванчики. Посмотри, как красиво, это ребенку ни о чем. Давай с тобой одуванчик посмотрим, он желтый. Давай соберем такие же желтые одуванчики. Давай посмотрим, какая травка красивая. Давай посмотрим, какой паучок ползет. Все это требует от родителей, конечно, большого все равно напряжения и подготовки. Если идти на улицу, допустим, с каким-то подготовленным материалом, то, конечно же, это трудоемко. Поэтому кто-то из родителей выбирает приходить на развивающие занятия, мама и малыш для детей от года, на которых они обретают новых друзей, на которых они новые видят какие-то интересные задания, которые, ух ты, а так было можно, и мы дома тоже будем этим заниматься. И сегодня одна мамочка после пробного занятия сказала, ой, Ирина Владимировна, мы, конечно, сами дома так не сможем, поэтому мы идем к вам. То есть если мы говорим про малышей, это одно. Если мы говорим для деток постарше, то, конечно, ну, наверное, буквы, цифры, даже если ребенок идет в школу, он уже устал, хотя если мы говорим про чтение, то это навык, который нужно постоянно поддерживать, там не по часу, но хотя бы три предложения, пять предложений в день почитал, ребенок рассказал, и уже хорошо. Но опять же заниматься интеллектуальным развитием, потому что детки сидят в основном в телефоне, либо они бегают на улице с друзьями, чем они там занимаются, родители не знают, либо их отправили к бабушке. У бабушки тоже есть свои дела, бабушка столько много развития, ну, тоже не сможет дать ей внимание. И ребенок просто так бегает. Если мы раньше в детстве там играли в какие-то игры подвижные, интересные, которые сейчас называются умным словом нейропсихология, нейрозадания, да, то теперь дети в основном, конечно, в телефонах, их очень сложно оттуда оторвать. И для того, чтобы их оттуда оторвать, им надо очень много интересных занятий придумать. Взамен. Взамен, да. И поэтому вот сейчас у нас летний клуб открылся, как и всегда, уже много лет. Школьники, старшие дошкольники ходят. И каждую смену в летнем клубе у нас, каждая смена, это определенная тема, уже разработанный сценарий, квесты в начале, вот на этой неделе у нас «Властелин колец», в начале недели получили там задание от злого волшебника, и каждый день собирают эти кольца, у них квест в конце, там будет сюрприз, да, каждая неделя разработана. И те педагоги, которые на летнем клубе работают, они, конечно же, специально обучены работать именно с таким возрастом в летнем клубе. Не просто присматривать за детьми, там детки в клетке, да, а чтобы каждая минута ребенка была чем-то задействована, интересным. Даже когда они на улицу идут, у них там уже определенные задания, квесты тоже существуют. И чем удобно, что ребенок может прийти как на неделю, как на две, на три, на четыре, на все лето. Допустим, две недели походить, уехать к бабушке, потом приехать еще доходить. Да, варианты совершенно разнообразные. И вот сейчас дети, которые в июне пришли, в основном это дети, которые уже не первый год к нам ходят. Уже мы смеемся, что там мальчишек в армию выпустим, там, да, с года к нам ходят уже, там, во второй класс перешел, в армию выпустят, выпустим. Да, девочка вот у нас в этом году у меня спрашивает, мне в следующем году 12 лет будет, может быть, вы меня уже вожатой возьмете. У нас есть звонок телезрителя. Игорь, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, Анна. Вот у меня такой вопрос. А где можно провести лето с пользой и как, если нам мэр Москвы семь с лишним лет не дает путевки в санаторий отдохнуть? Игорь, ну мы сегодня говорим, да, про детский отдых, да, и про Владимир, да, не знаем, как у вас там в Москве. Кстати, да, интересная тема, я думаю, что для жителей старшего возраста надо обязательно тоже рассказать, где можно отдохнуть летом и как провести лето с пользой. Но вообще вот насколько по вашему опыту родители часто идут на контакт и становятся вашими помощниками в этом образовательном процессе? У нас в центре идут. У нас не зря центр называется семейный, да, и поскольку начинается все с курсов по подготовке к родам, которые я веду, и сейчас приходят уже мамы, которые потом приводят детей вот на занятия мамой, малыш, на подготовку там к школе, в летний клуб, да, и уже, знаете, такой старой черепахой тортилой себя чувствую, когда приходят, детей приводят те дети, которые, например, чьи мамы ходили к родам готовиться, и мы с ними вместе рожали, а теперь эти девочки приходят ко мне на курсы с детьми, и я такая сколько лет уже. Поэтому наши родители, которые к нам ходят, это, ну, я никого не хочу обидеть, но у нас особенные родители, они идут на контакт, они стараются, они спрашивают, а что еще можно сделать для нашего ребенка. И поэтому мы всегда на связи с родителями, обязательные, совместные какие-то мероприятия. Но у нас такая большая семья. Вы уже начали говорить о разных формах активности во время летнего клуба, а сегодня какие форматы, они наиболее востребованы у деток? Вот, кстати, хочу сказать, бабушкам, которые из Москвы, из Питера, нас очень любят москвичи питерцы, и летом особенно, когда внуков привозят к бабушке, там, из Москвы, из Питера, да, но бабушкам надо работать тоже. Постоянно развлекать ребенка это сложно, и вот мы уже смеемся, говорим, у нас московский филиал, да, они нас очень любят. Вот, какие форматы сейчас? Ну, сейчас в зависимости от того, какие потребности у родителей. Да, есть форматы, когда родители хотят быть вместе с детьми, не хотят их куда-то на полный день отдавать, и это занятие вместе с родителями. Да, есть мама, самая лучшая мама, она живой человек, ей надо отдохнуть, она должна быть в ресурсе. Так или иначе, для ребенка, счастливый ребенок – это счастливые родители. Только на своем опыте родители могут показать ребенку, что такое быть счастливым, а не самопожертвование, да, круглосуточно с ребенком, я должна с ним заниматься, я должна быть счастливой. Потом приходят ко мне на консультацию с депрессией, потому что, ну, социум говорит, да ты же должна, а мама не справляется, она живой человек, ей тоже надо отдыхать, она должна быть в ресурсе, и поэтому кто-то выбирает приводить там ребенка к нам хотя бы на полдня, кто-то вообще на полный день, и это не обязательно работающие мамы. И мама, которая там сходила, позанималась своими делами, которая, ну, на маникюр сходила, отдохнула, и в ресурсе пришла вечером отдохнувшая за своим ребенком, забрала ребенка уже готовенького, ну, в каком плане готовенького, с ним позанимались, его развивали, да, и она счастливая, довольная идет, вечер проводит с ребенком. Либо она такая патриотка, которая целый день ребенком пыталась заниматься, вымучена, да, у нее есть... Плюс хозяйством, да? Плюс хозяйством, конечно, потому что если мама занимается хозяйством, а ребенок рядом просто так играет, это несовместная деятельность, конечно. Ребенку не так много надо времени совместного, но именно конкретно, вот, глаза в глаза, именно для него, да, не так, что мы рядом сидим, мама телевизор смотрит, ребенок сам играет. Это несовместная деятельность, это, скажем так, некачественное общение с ребенком. Полчаса-час в день качественного общения, когда мама, папа счастливые, довольные, отдохнувшие, намного полезнее для ребенка, нежели вот он целый день с мамой, но мама уже замученная и пытается делать такое счастливое лицо, ребенок все равно чувствует, что мама раздражается. Поэтому форматы разные. Можно отдельно по часам, можно на полдня, можно на целый день. Ну, выходные сейчас на лето у нас больше переходят на неделю, потому что выходные родители хотят с детками отдыхать вместе где-то на природе. Ну, конечно же, встречный вопрос. Если вот настолько как бы неустойчивая группа, где детки могут ходить по желанию в разном графике, то как они входят в коллектив? Ведь многие дети бывают очень особенные, и им очень сложно прийти к незнакомым. Нет, группа устойчивая, то есть это совершенно разные группы. Если родители вместе с ребеночком ходят на занятия, это одно расписание. Если ребенок хочет на полдня, то он, ну, родители, если хотят ребенка на полдня, то, конечно же, это, ну, прямо они каждый день ходят просто на полдня. Потому что, да, вы правильно говорите, что если мама вдруг как в игровую комнату решила привезти ребенка, ему надо адаптироваться раз, незнакомая обстановка, у нас идет занятие, а педагоги должны бросить деток и внимание уделять новому ребеночку, то весь процесс тогда, конечно, летит. Поэтому, если это пребывание целый день или это пребывание полдня, то это тогда регулярные посещения уже. Если это занятия часовые, значит, это определенный тоже есть график, расписание, родители место в группе занимают, допустим, на месяц, и все. И мы это место уже не можем занять, даже если ребенок где-то пропустил. Расскажите об самых интересных форм досуга для летнего клуба. Вы там столько всего придумали, да, у меня даже взрослые, мне очень хочется попробовать все различные активности. Я не знаю, как вы их распределили по возрастам, да, и как вы вообще все успеваете. Мне кажется, для детей это вообще очень интересно. Нет, ну, мы ничего не успеваем. У нас большой коллектив, замечательный, который, конечно, каждый занят своим делом. И, как я уже сказала, те педагоги, которые сейчас на летнем клубе, они заранее проходили обучение в школе вожатых. Какие игры играть, как конфликтные ситуации решать, потому что детки-школьники, они, конечно, ну, такие сложные, своим характером. Каждый из них хочет стать лидером. Кто-то хочет очень активно стать лидером, да, а кто-то хочет, но тихонечко сидит. И педагогу важно очень в этот момент, чтобы каждый ребенок смог себя проявить. Поэтому каждый день, естественно, расписан. Это идут квесты на какую-то тему, да, игры, соответственно, игры на развитие мозга, как это сейчас называется, нейропсихологические игры, да, двигательные активности игры. То есть вот все, каждая минута у нас расписано. Конечно, иногда мы туда можем позволить себе какую-то вольность вставить, сходить там в кино или в музей. Но, честно говоря, поскольку у нас дети уже много лет в клуб наш ходят, и мы уже весь город обошли, уже на всех выставках, на всех музеях были, поэтому удивить наших детей очень сложно какими-то владимирскими выставками. И вот у нас сейчас эбру рисования красками на воде, да, завтра у нас будет очень интересное такое занятие. Вот, даже полдник там своими руками сделанный, даже дети, которые плохо кушают, малоежки, они с удовольствием его съедают. И, конечно же, вот эта вот физическая активность, сначала они, что там у нас отдыхать днем? Нет-нет-нет. Но они просто вот падают. Как строится обычный день в клубе? Вот какой распорядок? Обычный день вот в летнем клубе, если это касается вот деток, которые старшие дошкольники и младшие школьники, да, то обычно они где-то с 8 до 9 собираются, потому что любят поспать, у них каникулы, да, и как-то строго им к 8 часам подходить сложно. Потом у них зарядка, либо нейрогимнастика обязательно, да. В этом году завтракают они дома, потому что, ну, не хотят детки, скажем так, кушать с утра. Очень сложно их накормить, у каждого свои там потребности. Вот, и в зависимости от погоды у них уже начинаются мастер-классы и квесты либо на улице, либо в помещении у нас, да. Вот. И, в принципе, как бы потом прогулка, то есть на прогулке тоже они задействованы, у них там продолжение квеста идет. Обязательно, конечно же, ну, отдыхают. Не обязательно это спать. Вот, читают книжки, кто-то засыпает, прям падает себе, подушечку берет. Это школьники, у них, конечно, такие вольности, да. И после тихого часа у них тоже идет какой-нибудь мастер-класс, потом они готовят полдник своими руками, все это с удовольствием съедают, да, и опять они встречают родителей уже на улице, если хорошая погода. Вот, то есть у них постоянно какая-то активность, они тоже очень устают, они уже начинают просить, дайте нам просто отдохнуть, но когда им даешь просто отдохнуть, они сразу в телефон садятся. Вот, поэтому телефоны у нас под запретом, телефоны у нас в шкафчиках лежат только для связи с родителями, чтобы родители были спокойны. И у нас есть отдельный чат для родителей, куда все фото, видео нашего дня выкладываются, и чтобы родители тоже были спокойны, чем их детки в это время занимаются. Замечательные условия, мне очень нравится. Давайте перейдем к категории самых маленьких. У вас есть детский сад, да, и его режим работы в летний период какой? Режим работы всегда один и тот же, круглогодично, с 7 утра до 7 вечера. Вот, и у нас есть такие детки, которых прям в 7 ровно приводят. Родителям так удобно, либо родителям на работу надо, да, и, ну, для ребенка такой рабочий день полный. Вот, соответственно, собираются тоже завтрак половины девятого, до завтрака зарядка, тоже нейрогимнастика у нас идет обязательно, даже независимо от возраста, и малыши тоже. Потом начинаются занятия, вот, очень интересные у нас каждый день занятия, это и сенсорное развитие, и музыкальное развитие идет. Тоже родители получают фото-видео каждый день в чаты. Вот, и обед, сон, после обеда, после сна опять какое-нибудь занятие. Конечно же, обязательно есть свободная игровая деятельность, потому что деткам тоже это важно, чтобы они учились между собой взаимодействовать, тоже играть. Вот, кого-то в 5 забирают, кого-то в 7 забирают. Суббота-воскресенье, конечно же, родители сами занимаются с детками. Вот. А как будет там летняя тематика отражаться? Летняя тематика, если прям самых маленьких ясельки брать, да, то сейчас очень много у нас всяких тем, именно с летом, сейчас вот у нас лексическая тема насекомые идет, да, и мы ее потом, завершающее занятие мы выносим на улицу, чтобы тоже детки видели то, что мы, закрепили, да, тот материал, не просто там посмотрели на муравья, на пчелку, на картинки или на игрушки, а прям обратили внимание, что вот они тут есть, они тут ползают, да, потому что если тема домашний животный и современный ребенок увидел живую корову, это же столько счастья, вот, поэтому они, конечно, должны все это живьем увидеть, потом у нас сейчас, соответственно, в зависимости от групп, темы усложняются, сейчас мы не берем летом там никаких чтений, там математик, да, если это лексическая тема какая-то идет, идет просто усложнение по возрастам в каждой возрастной группе, скоростной интеллект мы гусам, мы все равно проводим, изо, потом у нас сейчас закончится лексическая тема, насекомые у нас, море начинается, у нас будет очень много игр с водой разнообразных, дети это очень все любят, да, и, соответственно, они такие, там тоже получается такой квест, экспресс-курс, да, и каждый день, там какая-то, каждую неделю определенная тема, вот, театральная, сказка на ладошке, много вот такой, знаете, погружения, музыкальные погружения, театральные погружения, чтобы детки не просто смотрели, их развлекали, а чтобы они учились, развивались, включали творческое воображение, да, и тоже сами с этим всем взаимодействовали, придумывали, что из этого можно делать, вот, то есть, ну, сами мы взрослые, наверное, не доиграли в детстве, поэтому мы сами с удовольствием там играем. Буквально пару минут эфирного времени всегда для образовательных учреждений лето, это построить планы уже на новый учебный год, о каких направлениях хочется развиваться. Значит, смотрите, Анна, у нас не образовательные учреждения, у нас клубная деятельность, то есть, у нас клуб, да, и, естественно, сейчас мы уже летний клуб запустили, и мы начали готовиться уже к сентябрю, и у нас уже 70% мест уже на сентябрь занято именно предоплатой, поэтому, ну, к сентябрю там то, что останется, в сентябре, естественно, там традиционные такие вот флагманские наши курсы, это подготовка к школе, это мамы и малыш, сказка на ладошке, изо, дизайн, креативное рисование, и, ну, есть у меня в планах новые, новые проекты, но не буду про них сейчас рассказывать. Хорошо, ну, об этом узнают прежде всего, наверное, сами участники семейного клуба, о том же информация дойдет до нас. У нас сегодня в студии была Ирина Балахтина, психолог, специалист по раннему развитию детей, руководитель семейного центра «Золотой ключик», и мы рассказали нашим зрителям о том, как ли это сделать ярким и запоминающимся. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.